Защита от оружия массового поражения Мероприятия по защите предусматривают рассредоточение войск, инженерное оборудование, использование маскирующих свойств местности Я 17-й, подать сигнал, химическая тревога Газы! Наблюдатель химического поста подает команду «Газы» и запускает ракету СХТ Высота подъема ракеты до 200 метров Время действия сигнала 10-12 секунд Дальность видимости красного цвета не менее 800 метров Военнослужащие, находящиеся на открытой местности, в окопах, в траншеях Переводят противогазы ПМК, защитные плащи ОП-1, чулки и перчатки в боевое положение Приведя средства индивидуальной защиты в боевое положение, войска продолжают вести боевые действия на местности ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У экипажей и подразделений, находящихся в боевой технике Средства индивидуальной защиты находятся в походном положении И закреплены в специально отведенных местах Газы! Военнослужащие, которых поданный сигнал застал в объектах коллективной защиты Переводят средства индивидуальной защиты в боевое положение Для визуального обнаружения отравляющих веществ Солдаты наклеивают на предметы экипировки, вооружения и боевой техники Индикаторные пленки АП-1 В объектах бронетанковой техники Прибор радиационной и химической разведки ПРХР Подает сигнал о химическом нападении На индикаторных пленках в результате воздействия отравляющего вещества Проявляются цветовые пятна При поступлении электрической команды с прибора ПРХР Включается фильтровентиляционная установка Которая осуществляет очистку зараженного воздуха от отравляющих веществ И подачу его в обитаемое отделение боевой техники В случае необходимости Военнослужащие выходят из объектов боевой техники В средствах индивидуальной защиты в боевом положении Находясь на зараженной местности Военнослужащий, используя противогаз ПМК Может пить воду из армейской фляги, не снимая противогаза Для этого он вынимает герметический клапан трубки И соединяет его с крышкой фляги Поднимает флягу и пьет воду Перед входом в сооружение и объекты коллективной защиты Личный состав проводит специальную обработку стрелкового оружия Отделение, пять шагов вперед, шагом марш Положить оружие Снимаются средства защиты кожи изолирующего типа Растегиваются защитные чулки и плащи Затем плащи, перчатки и чулки Сбрасываются в подветренную сторону В случае необходимости Производится обработка поверхности обмундирования Дегазирующим порошком Противогазы снимаются в последнюю очередь Отделение, шагом марш Вход военнослужащих в фортификационное сооружение Осуществляется в следующем порядке Первые два солдата в противогазах ПМК Подходят к защитной двери сооружения Входят в тамбур, закрывая дверь Они задерживаются в тамбуре на 3-5 минут Только после этого открывают следующую герметическую дверь Химик-разведчик с помощью прибора ВПХР Определяет наличие или отсутствие в воздухе сооружения Отравляющих веществ Один из военнослужащих по указанию командира Приводит в действие фильтровентиляционный агрегат Ручным приводом Очищенный от отравляющих веществ воздух Поступает в сооружение Товарищ сержант, отравляющих веществ не обнаружено Противогазы снять После снятия противогазов Личный состав остается в убежище Для приема пищи или отдыха Перед входом в подвижную военную технику Военнослужащие снимают изолирующую защитную одежду Плащи ОП-1 и защитные чулки В случае необходимости Обрабатывают обмундирование на себе и друг у друга Дегазирующим порошком И входят в подвижной объект Приведение огня из артиллерийских систем и стрелкового оружия Из невентилируемых фортификационных сооружений Для защиты личного состава от окиси углерода Используется комплект дополнительного патрона КДП В ходе ведения боевых действий Химик-разведчик По указанию командира Периодически отбирает пробы воздуха Для определения наличия Или отсутствия паров Отравляющих веществ в атмосфере Товарищ сержант Отравляющих веществ не обнаружено Защитный комплект снять КДП 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 К зараженному участку Приближается колонна открытых автомашин С личным составом Командир Прочитав информацию на вкладыше знака ограждения Отдает команду На приведение средств индивидуальной защиты В боевое положение Защитный комплект надеть Газы Военнослужащие, не выходя из машины Надевают защитные чулки Плащи Противогазы И перчатки Колонна автомашин Преодолевает зараженный участок местности Выехав с зараженного участка Колонна останавливается И проводится частичная специальная обработка Поверхности автомашин С помощью дегазационных комплектов Одновременно личный состав Дегазирует стрелковое оружие Для этого Смачивается тампон раствором И протираются все металлические И деревянные детали Затем Военнослужащие Используя индивидуальный противохимический пакет Дегазируют поверхность противогазов Перчаток И кожи В заданный район Движется колонна бронетанковой техники Впереди разведывательная химическая машина РХМ При обнаружении участка заражения Отстреливается флажок Из комплекта знаков ограждения Калонна боевой техники Преодолевает зараженный участок При подходе к следующему Знаку ограждения Из командирской машины Выходит военнослужащий Читает текст вкладыша И докладывает командиру О тыльные границы Района заражения Колонна выходит из зараженного участка И останавливается Химик-разведчик Прибором ВПХР Определяет наличие Или отсутствие паров Отравляющих веществ В воздухе И докладывает командиру Товарищ лейтенант Отравляющих веществ В воздухе Не обнаружено Личный состав подразделения Выходит из техники И проводит частичную Специальную обработку Поверхности боевой техники С помощью дегазационных комплектов Частичная специальная Обработка боевой техники Заключается в удалении И обеззараживании Отравляющих веществ С участков поверхности Обрабатываемых объектов С которыми личный состав Соприкасается При выполнении поставленной задачи Обработка проводится Экипажами Расчетами С использованием Табельных комплектов Находящихся в подразделениях Результаты специальной обработки Проверяет химик-разведчик И докладывает Командиру подразделения Товарищ лейтенант Отравляющих веществ На технике не обнаружено Своевременное и умелое Использование средств Индивидуальной и коллективной защиты Может исключить Поражение личного состава Отравляющими веществами Радиоактивной пылью И световым излучением Ядерного взрыва А также снизить опасность поражения Ударной волной И проникающей радиацией Редактор субтитров А.Семкин